итак дорогие друзья всем привет с вами юля и канал новых технологий сегодня будем говорить о смартфоне компании ван плюс в котором уже доступны пара десятков языков включая русский кроме этого смартфон поставляется с установленным набором приложений и сервисов google мобайл сервис магазина приложений google play и дальнейшей поддержки обновлений по воздуху итак сегодня буду говорить о смартфоне ван плюс 10 pro кстати новинка оказалась весьма востребованы так как первая распродажа завершилась сразу после старта смартфон раскупили буквально молниеносно и так дорогие друзья что же интересного готов предоставить пользователям новый ван плюс и первая его фишка это основная камера которая разрабатывалась в партнерстве со специалистами хасселблет а сама система получила название камера хасселблет второго поколения для мобильных устройств одним из нововведений стала система ван плюс миллион color solution который обеспечит поддержку 10-битного представления цвета здесь речь идет об обработке более 1 миллиарда цветовых оттенков в итоге будут достигаться более плавные цветовые переходы и более естественное отображение сцены причем поддержку 10-битной глубины цвета получат все три модуля в составе тыльной системы камер еще одной фишкой станет режим хасселблет промо от второго поколения который позволит любой из трех тыльных камер осуществлять фотосъемку в 12 битном формате рав при этом реализована технология рав плюс которая совмещает все преимущества формата рав с вычислительными возможностями смартфона но и в итоге имеем на выходе фотографии повышенного качества с улучшенным динамическим диапазоном и пониженным уровнем шума еще один режим movi mode позволит изменять светочувствительность выдержку и другие параметры до и во время записи видеоматериалов а также пользователи смогут осуществлять видеозапись формате лог но и вишенка на торте это ультра широкоугольные камеры с углом обзора 150 градусов что даст возможность захватывать еще больше объектов кадре обычный угол обзора будет осуществляться в формате 110 градусов сами тыльные камеры объединяют в себе 48 мегапиксельный модуль с датчиком sony amx 789 с диафрагмой f1.8 и оптической стабилизации изображения второй широкоугольный модуль на базе 50 мегапиксельного сенсора samsung gen 1 и 3 8 мегапиксельный модуль с оптическим стабилизатором и 3 и 3 кратным оптическим зумом камера поддерживает видеозапись 8к со скоростью 24 кадра в секунду и замедленную съемку все это сможет отредактировать собственный встроенный видеоредактор но что касается фронтальной камеры дорогие друзья то она получила модуль от sony amx 615 на 32 мегапикселя с размером пикселя на целых восемь десятых микрон и поддержкой технологии quadwire но и также апертура f2 и 4 имеется функция распознавания лица пользователя для разблокировки смартфона но и теперь что касается экрана то здесь он будет amoled размером 6 и 7 дюйма с технологии изготовления лтп о второй версии как у представленного недавно айкью о 9 pro и разрешением 3216 на 1440 точек что даст высокую плотность фикселей 525 на дюйм соотношение сторон будет 20 и 1 к 9 а частота обновления матрицы составит 120 герц есть поддержка таких технологий как srgb стандартное цветовое пространство и более широкий цветовой охват dc ip3 но и отмечу еще что максимальная яркость будет на уровне 1300 нит с контрастностью 5 миллионов к одному и сам экран покрыт защитным стеклом gorilla glass victus и имеет подэкранный датчик отпечатков пальцев сам девайс поставляется с предустановленной операционной системой android 12 с пользовательским интерфейсом oxygene os12 в комплекте со всеми ожидаемыми функциями такими как темная тема навигация жестами always on display и zen mode а также коммуникационными приложениями google как и положено флагману oneplus 10 pro получил топовый чипсет snapdragon 8 gen 1 с внушительной системой охлаждения площадью 34 тысячи 115 квадратных миллиметров и передовыми стандартами памяти такими как lp ddr5 на 8 12 гигабайт и уфс 3 1 с объемами 128 или 256 гигабайт правда карта памяти здесь не предусмотрена но еще одной любопытной особенностью девайса стала вибрация o-haptics создаваемая самым крупным среди android устройства линейным вибромотором но и что касается питания то емкость аккумулятора составит 5000 миллиампер часов поддерживается функция быстрой проводной зарядки super vc на 80 ватт и для удобства также предусмотрена беспроводная технология air vc мощностью 50 ватт по поводу звучания дорогие друзья надо отметить что смартфон оснастили стереодинамиками функции dolby atmos и технологии hires audio помимо этого спинка смартфона защищена матовым стеклом стойким к появлению отпечатков клавиша громкости находится с левой стороны смартфона справа расположили кнопку питания и ползунок оповещения внизу можно увидеть порт usb type-c с поддержкой эти джи двойной слот для наносим карты и динамик сверху есть еще один микрофон сети представлены 2g 3g 4g lte 5g беспроводный интерфейс это вайфай 802 11 и bluetooth версии 5.2 и можно отметить еще наличие многофункционального модуля nfc за навигацию будет отвечать такие системы как gps и gps беду глонас и галилео на китайские прилавки ван плюс 10 про поступил уже 13 января в зеленой и черной расцветках и трех конфигурациях памяти на 8 и 128 8 256 12 256 гигабайт по цене от 740 до 830 долларов в зависимости от конфигурации кстати глобальный запуск официально заявлен позднее и будет доступен в официальном магазине ван плюс на алиэкспресс все доступные ссылки будут находиться в описании под эти видео но и как всегда в конце дорогие друзья я подведу итог ван плюс будет интересен в первую очередь своей ценой за такие флагманские характеристики как отличный экран с высоким разрешением и энергосберегающие технологии изготовления 3 тыльные камеры с новейшими технологиями улучшения изображения новейший чипсет snapdragon 8 gen 1 со скоростной и встроенной памятью операционная система android 12 с пользовательским интерфейсом oxygene 12 стереодинамики аккумулятор на 5000 миллиампер часов с поддержкой 80 ватт на быстрой зарядки и модуль nfc вспоминаю смартфоны которые уже давно не стесняясь перешагнули рубеж полторы тысячи долларов и понимаем что есть еще флагманы по более доступной цене так что смотрим и определяемся но я заканчиваю свой обзор и как всегда не прощаюсь с вами а говорю до следующего обзора на канале новых технологий всем отличного настроения не уходите с нашего канала чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов обязательно комментируйте ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал те кто еще этого не сделал не забывая при этом нажимать на колокольчик чтобы сразу получать новые видео с нашего канала с вами была юля и канал новых технологий всем пока пока